Всем привет! С вами InformTV. Многим запомнился и полюбился российский телесериал «Две судьбы». Этот мелодраматический проект шел на протяжении шести лет – с 2002 по 2008. За этот период было показано четыре сезона, сейчас он официально закрыт. В этом телесериале снималось большое количество разных актеров. Кто-то на тот момент уже имел известность, а кто-то только начинал свой актерский путь. С момента завершения показа прошло 12 лет и, к сожалению, не все актеры дожили до сегодняшнего дня. Давайте же вспомним ушедших из жизни актеров. Ирина Ефремова. Она была одним из очень ярких персонажей. Играла Марину, соседку Розановых, артистка с внушительным списком ролей. В большинстве своем она задействована была в эпизодах. Снималась в таких проектах, как «Сыщик без лицензии», «Четыре танкиста и собака». У Ирины также было немало театральных ролей, в том числе в постановках «Прекрасная жизнь» и «Восемь любящих женщин». Она скончалась от сердечной недостаточности в 2016 году. Вячеслав Молоков. Он исполнил роль Юрия Васильевича, имеющего общие дела с Бутусовым. Появился данный персонаж во втором сезоне. Молоков был довольно известным артистом театра. В его послужном списке более 40 ролей за 30-летнюю карьеру. Вячеслав был в 2010 году задействован в спектакле «Двенадцатая ночь». У артиста появилась боль в спине. Приехавшие медики сказали, что это защемление седалищного нерва. Но через пару дней оказалось, что у мужчины случился обширный инфаркт. Время было упущено из-за неверной диагностики. Борис Химичев. Актер запомнился поклонником сериала по роли Шитова. Он же был бывшим любовником Надежды Розановой. Первый и самый запоминающийся фильм Химичева стал «Операция Трест». Он исполнил роль Артамонова. Также зрителям Борис знаком по множественным отрицательным ролям в советских детективах. Снимался также часто в экранизациях зарубежной классики и чаще играл рыцарей. Уход из жизни актера для большинства был незаметным. Его не стало в сентябре 2014 года на 82-м году жизни. Анатолий Равикович. Анатолий исполнил в двух судьбах роль отца Юлии, на которой хотел жениться Юсупов. Первой его работой в кинематографе стала эпизодическая роль в драме «На диком бреге». Его главной работой в кино стала роль Хоботова в «Покровских воротах» режиссера Михаила Казакова. За свою жизнь Анатолий успел выпустить два тома мемуаров и снялся во множестве фильмов. Скончался артист от нескольких подряд инфарктов весной 2012 года. Владимир Толоконников. В двух судьбах он сыграл роль деда Надежды Розановой и отца Лиды. Артист довольно широко известен публике. Слава пришла в 80-х после роли Шарикова в «Собачьем сердце». А вскоре он сыграл роль Хатабыча в одноименной картине. Во время съемок летом 2017 года у 74-летнего артиста остановилось сердце. Геннадий Храпунков. Он снялся в мелодраме в роли директора театра. С середины 80-х Геннадий играл в столичном театре «Эрмитаж». В 89-м сыграл в картине «Трудно быть богом». Артист также был задействован в сериале «Папины дочки». Покинул этот мир актер на 65-м году жизни в октябре 2013 года. Петр Зайченко. Он появился в четвертом эпизоде «Двух судеб», снялся в роли лесника. Зайченко как актера знали за пределами СССР, ведь он снимался в испанском фильме «Крабчук» и «Такси-блюз». На родине зарубежные проекты Зайченко практически неизвестны. В целом, его послужной список состоит более чем из 60 ролей. Согласитесь, довольно внушительно. Его не стало год назад, в марте 2019 года. Ему было 76 лет. Очень жаль, что из жизни ушли такие прекрасные и яркие актеры. Но они навсегда останутся в наших сердцах. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok